Снёбрай кудень, кужыш бахи и шифты. Гури лыхтить вас на нашем шаповальском хворце. Было дело, что катала валенки. Как Суворов говорил, что голова в холоде, желудок в холоде, а ножки в теплее. Я так думаю, что не каждый бы стал валить. Теперь мне надо вот так вот день простой, одно и то же делай. Тоже снаряжение. Ну, если кому-то не нравится, ну, не нравится, ну и не нравится. А вот если, к примеру, тебе вот, ну, вам нравится, то вы будете носить их. Вам же тепло? Тепло. Ну и вот, хорошо. Значит, если тепло, значит хорошо. Дребенский район. Символом этих мест издревле были валенки. Ремесло, которое передавалось из поколения в поколение, держалось в секрете и шифровалось уникальным в своём роде языком ремесленников – катрушницким лемезнем. Сегодня его носителей практически не осталось. Он, как аспиранта, живёт только в справочниках. И теперь его рассекречивают, чтобы сохранить и сам язык, и ремесло, как элемент самобытной белорусской культуры. Дважды в неделю Руслан Масалов из современного жителя райцентра превращается в начинающего шаповала. Своему учителю Владимиру Осиповскому он приезжает, выражаясь современным языком, на мастер-класс по валянию валенок. А по сути, перенимать уникальное мастерство. Это где-то мне было лет десять, я только попал в кружок, сам меня записала мама туда, начал ходить, нравилось. Когда там остальные дети, где-то кто в футбол, где-то что-нибудь занимался, я ходил на кружок, ну и совмещал всё это вместе. Раньше люди делали этим, зарабатывали. И себе, если сделать уже в будущем, сам себе сделаешь и носить будешь по старости. Владимир Осиповский шаповалит пол жизни. А если ножкам тепло, как Суворов говорил, то, что голова в холоде, желудок в холоде, а ножки в тепле. Сначала трудился на Ветебщине, потом перебрался на Дребенскую землю и занимается тем же промыслом. Говорит, у всех регионах свои тонкости, но Дребенское дело особое, чего стоит только таинственный катрушницкий лемезень. В деревне, может быть, человек два, один, да. Потому что раньше, да, они общались, всё, а сейчас это забывается. Не с кем общаться, просто нет практики, как и хирург. Если он не оперировал, примерно, сколько-то, месяц-два, он забывает, руки забывают немножко уже эти тонкости, всё, и здесь общаться. И что-то вот, когда мастер приехал, он там, он именно по-шаповальски, он обручался, он заходил, типа, кудень. Ну, вот он называл, это не стулек, слончик, зельлик. Ну, что это такое, зельлик. Мы не зря говорили, что шаповальство – дело семейное. Мама Владимира Мария Михайловна в прошлом тоже шаповал. Женский труд нелёгкий. Было дело, что катала валенки. Я думала, что это так быстро научиться, и что надо вот у всех, чтобы были колодки, всё это я не понимала. Я рано болтала на стрелках, и мне хозяйка кажется, что ты делала своей шерстью? Говорю, ничего, ну, может, спряла килограмма-два, больше ляжет шерстью. Ну, и мерзнуть на стрелках ночью работать. Ну, она вот привезли мастера, ну, слава богу. Я заняла, он приехал к нам, и я думала учиться. Два колодки были у меня уже, я стала более в курсе дела, что так делать. Ну, чашка мне не была, потому что ноги мерзли. А некого было нынять, чтобы валенки были. У сына делать, и я то и самое делала. Руслан, как старший ученик мастера Осиповского, чаще других имеет доступ к телу и душе валенка. Ребята помладше занимаются в кружке катрушники. Да-да-да, по краю проходим, чтобы этот листочек шерсть не вылазила. Так. Так, елочку зафиксируй здесь, оставь ее. Так. И пальчиком проведи, какой листочек у тебя получился. Гладенький уже становится. Да. Быть может, до валенок у детей дело и не дойдет никогда. Не это важно. Пока они готовы тратить время на этот народный промысел и создавать нечто особенное своими руками, ни ремесло, ни язык шиповалов не станут историей. Заинтересовать несложно. Сложнее удержать. То есть, чтобы он приходил и дальше продолжал это делать. И если когда сразу ребята приходили в кружок, и когда мы ходим на занятия в школу, особенно в детский сад, нас всегда путали. Сапожки говорили на валенке. То есть, если вы сейчас придете в школу, в детский сад или спросите у наших местных жителей, маленьких жителей, они уже скажут вам, что это валенок, а не сапожки. Это уже большой плюс для нас. Вот только валенки хоть и нравятся многим, но одевать их решаются не все. А ты сам валенки носишь? Нет. Почему? А это не модно сейчас. Что нужно, чтобы валенки были модные, чтобы они тебе понравились, а ты их носил? Ну, чтобы были там рисунки, ну, чтобы другие дети тоже носили. Ну, чтобы, ну, это не было стыдно. Владик говорит, приходи, Вероника, там очень интересно. Ну, я думаю, ну, ладно, уже пойду, а то уже все начали заставлять ходить. Пришла и бам, вот как интересно. Ну, вот теперь из-за этого я хожу сюда. Мы будем в этом году уже делать валенки. И сейчас я вот занимаюсь валенки уже делаю, рисунок вырисовываю. Ну, я думаю, что модно это. Ну, если кому-то не нравится, ну, не нравится, ну, и не нравится. А вот если, к примеру, тебе вот, ну, вам нравится, то вы будете носить их. Вам же тепло? Тепло. Ну, и вот, хорошо. Значит, если тепло, значит, хорошо. У меня предложение. Примерим валенки? Давайте. Отлично. Жанна Николаевна, помимо того, что учит детей простым рукодельным хитростям, в свободное время собирает по району тот самый чудесный Катрушницкий лемедень. Пока еще не забытый язык шаповалов. Там, понимаете, их 915 слов. И вот если у нас в нашем местечке, вот приближенные эти деревни, на слуху все слова. То есть вот хаубы, деньги. Вот все знают. То есть у нас даже могут деньги не говорить, а сколько хаубов стоят. Вот жбаха – женщина, шихта – девка, микрец – хлопец. Валенки – это шкорни. Чамушимские. Потому что хорошее. Плохих валенок не бывает. Шимские аж корни. И вот ведь интересно. Раньше ремесло держалось в секрете силами языка, а сейчас язык дешифруют, чтобы ремесло сохранить. Раньше ведь этот язык спасал даже мастеров. Именно от... Чтобы они могли домой привезти заработок свой. То есть они между собой общались. Вот чтобы никому, никто не знал секреты. И у нас на самом деле, вот я говорю, что это непростые слова. То есть если вот встанете разговаривать более с... Ну, с таким более... Ну, не пожилыми, как бы уже в возрасте людьми, они все, все знают язык. Даже те, которые не делали валенки, некогда. Валенки в дребене делают немногие, скажем, как есть. Труд тяжелый, и даже мужчинам к концу дня непросто. Натруженные руки дают о себе знать. В семье Масаниных шиповалят все. Эстафету от отца когда-то принял Игорь. Он теперь днями пропадает в бане, переоборудованной под мастерскую, и творит. Я так думаю, что не каждый бы стал валить. Теперь мне надо вот такой день простой. Одно и то же делать. Тоже с нами. Да, скажем, что у меня было терпение, чтобы их валить. Мне у Владыки не валил бы. Делай то, что умеешь. И хорошо умеешь. По-моему, это правильно. Шиповалить в одиночку нельзя, просто не получается. Это такая семейная мануфактура. Игорь валяет, мама Лариса отбирает шерсть. Вручную. Каждый кусочек проходит через ее пальцы. Вот уже 40 лет. Не, 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 ручки работают. Сейчас, видишь, не курьми. Не, не походишь. Вы видите, все надо отрезать, все раскупчти, чтобы она была без соломы, чтобы валеночек потом красиво получился. Пищако качественный. Вот так вот. Садишь день и спубешь. В зале Ларисы Масаниной целая батарея валенок. 40 пар. В день валяют по паре. За зиму рассчитывают все распродать. Столько бы зима пришла. Этого мужа с сыном собрали своими ручками. Все, вы видите. Кидаешь, то маленькими кусочками, маленькими. Кидаешь, потом у нас лучше, чем меньше кусочечки, тем лучше там хорошо сбудить. Вот так и все. В своей деревне мастер Осиповский на Катрушницком лемезне не разговаривает. Говорит, не с кем. Уходят последние его носители и оставляют за собой только секреты ремесла. Да, знаю, понимать процентов на 50-60 я понимаю. Но чтобы владеть, разговаривать, чтобы связуюсь. Как у нас люди пытаются по-белорусски разговаривать, но через слово тросянка получается. Лучше, если уже не знаешь. Если уже знаешь, знаешь, если не знаешь. Ну да, у каждого, наверное, есть своя вот такая вот эта фишка. Вот и у нас своя. То есть делаем валенки. Наверное, самые лучшие, которые есть. Ну, конечно, я тогда радуюсь, когда люди говорят спасибо, что носим долго, по 7 лет и по 10 носят. Ну, когда неприятно, когда придите, скажут, например. Ну, мне такого не было за 40 лет, ни одного раза, чтобы говорили. Ну, бывает, говорят, гады-три понощили. А другие приедут, спасибо, я у вас валеночки брала или брал там. Я 10 годов или чем-то отношила. Мне приятно. Я говорю, я же вас не обманула, вы видите. Люди, говорю, валили, старались, сын, служат. Чудо-шуру не вложишь, но стараемся, чтобы народ не обижался. Забыть язык, выпустить из уст и рук ремесло – значит разрушить этот необыкновенный, замкнутый природой круг, в центре которого овцы и люди. Те, кто кормит, стрижет, разбирает, валяет, украшает. Те, кто создает нечто от природы, от земли и от людей. То, что может быть настоящим символом этих мест, возвращая к корням и помогая найти точку опоры. До свидания. Приезжайте к нам в гости. Да. Можно помогать. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok